Привалем во всем мобловским, кого-то покупателям, и если ты не рак, ты в канаве, да фидак, и сегодня у нас, 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 и сегодня, сегодня у нас, сегодня, сегодня, сегодня. В этом видосике мы будем с вами обозревать, кого же покупать после обновления, где обновили миллион тысяч человек, и вот там, возможно, кто-то попал всё-таки в мету, и его нужно уже, наконец-то, прикупить, чтобы тащить мифа апать и гулять, ходить спокойно. Телега в описании видосика, там вся обновленная инфа, которая тебе очень нужна, обязательно заходи туда, ставь лайкосик, отписочка на канал, отписочка на канал, отписочка. Слопайте, Анчука, и ля, прилетели на звезду Альфа-Синдавра какую-нибудь. Сразу скажу, что вся мета и вся инфа не окончательная, а только лишь загляд в будущее. Загляд, это я что-то вообще за слово, загляд. Поэтому, когда обнова уже выйдет, уже все поиграют, тогда уже будет окончательная мета, а так пока что вот так вот, как-то так. Ну а если еще вдруг остался кто-то, кто не знает или не понимает, где можно пополнить алмазики в нашу любимую Mobile Legends, то я вам могу порекомендовать неоднократно проверенный лично мной сервис GameShop.ru. Там постоянно проходят акции, скидки, вот, например, сейчас за каждого приглашенного друга, который сделает самую минимальную покупку в этом магазине, за это ты получишь алмазы. Алмазы. Сервис само собой работает во всех регионах и странах, пополнить можно скиваря спокойненько, просто пополняешь киви, пополняешь там, чё кого делаешь, хоп, покупаешь с алмазиками, спокойненько гуляешь. Быстрота доставки алмазов, конечно же, на высоте, ну а все, что там нужно сделать, как это все заполнить, как получить алмазы, там все конкретно написано. И даже есть подробная инструкция по пунктам, как, что делать, что заполнять, куда, чё писать, и поэтому ты по-любому не ошибешься. В самом последнем случае у меня есть конкретно отдельный видос, как это все пополнить и все классно сделать. Все ссылки, само собой, в описании видосика, переходи, пополняй, приглашай и чувствуй себя настоящим алмазным магнатом. И начнем мы сразу с бойцовах, потому что там очень много бойцовах обновили, там Мартис, а вот этого вот на коне, которого забыл, как зовут Леомор, и, конечно же, Фредерин, да, я не выговариваю букву Р, только, конечно, давайте придумаем персонажа, у которого две буквы Р в одном имени. Скажу вам так, что Мартис и до этого обновления был такой достаточно грязноватый боец, которого и не законтролить, и никак ничего с ним не сделать, у него постоянный антиконтроль, ахантемпай. Плюс одновременно с этим, со своим антиконтролем, который постоянно передвигается, перемещается, на месте не стоит, его не то, что не законтролить, еще плюс он сам начинает контролить, толкать, пихать, вот это вот все, вот это вот непонятная движушка, вот это очень сильно, ну, бесило, да, скажем так, помягче. И все мы знаем, что у него имеется два рывка на втором навыке, да, раньше он не мог перепрыгивать на рывке на первом через стены, а теперь Мариот, это что вообще вы сделали, алло? То есть Лейла, да, вот с этой ста килограммовой трубой ходит, без какого-либо перемещения, передвижения, и только ей во снах это снится? А Мартис такой, здравствуйте, я могу теперь двумя рывками с одного навыка просто через стены переходить, перемещаться, прыгать, скакать, толкать, убивать, антиконтроль не давать, ловить себе, и все, чувак, алло, бляхать. Также там написано, что Мартис на свою пассивку получает новый эффект. При полных стаках Мартис получает дополнительную физическую атаку от 32 до 200 единиц, которая масштабируется с уровнем, само собой, типа 32 на самом первом, на 200 на самом, наверное, последнем, чё. Само собой подходим к такому логическому завершению, заключению, да, наверное, так правильнее будет. Короче, по-любому покупаем Мартиса, потому что Мартис будет по-любому имбой метой, но одно но все-таки присутствует. С такой вот обновой, мне кажется, он попадет в баны, потому что, как я и говорил, он и до этого неплохо так нормально накидывал, а вот со всем вот этим вот вообще будет накидывать Х2 нормально, а это значит пока. Изменения Леоморда и его пассивки. Раньше он выдавал критическую дамажину по цели, у которой меньше 35% ХП осталось, а теперь по цели, у которой меньше 50%, то есть 20% накинули, ну 15, ладно, я просто считать не умею никогда. Короче, теперь критическую дамажину на Леоморде. Стало раздавать намного быстрее, проще, лучше, удобнее, дамажнее, класснее, угарнее, колос. Уменьшили время перезарядки второго навыка, обычного, улучшенного и короче. Еще, кстати, неплохо так бафнули защиту, поэтому пробить его сейчас немножечко потруднее. Так что теперь мой мне совет, мой мне же совет, мой вам совет. По-любому прикупите Леоморда, если он у вас не имеется. Попробуйте поразносить на нем в лесу, потому что я очень многих видел Леомордов в лесу, но некоторые из них вообще изи контрятся, так что, ну, лучше всего, скорее всего, на Лайне. Ну, либо как минимум нужна три пла, чтобы его хорошо реализовать в лесу. Потому что это такой персонаж, что он зависит не от бафов, а, скорее всего, от ваших рук и, конечно же, от вашей команды. Ну, а на Лайне там один на один со своим братишкой стоите, пробуйте, щупайте героя на вкус. Потому что герой такой необычный и не у каждого найдется к нему подход. Поэтому, если нравится, покупайте, разносите, играйте, если нет, забывайте и убегайте. У Туризлы уменьшили перезарядку второго навыка, но мне кажется, в мету после такого жесткого изменения он все так и не залетит на своем даже ультимейте, если попытается. Поэтому к покупочке его не рекомендую. Следующее изменение Фредрина, которому прибавили жира, которая кристальная энергия там в 100% случаях будет там превращена, вам помогать, выживать будет, там что-то кого-то давать. Но, к сожалению, дамажины с ультимейта станет на 5% меньше, поэтому добавили жира, убавили дамажину и все, короче, вот так вот как-то так. Поэтому, если кто-то плотно сидел на жире и не обращал внимания на его дамажину и в основном танчил и помогал своей теме вот в этом вот плане, то для них это очень важное изменение. А те, кто собирал его в полу дамажину или вообще в фул дамаг, до свидания, братак. Ну а вообще, в последнее время что-то очень частенько стал замечать этого персонажа на киберспортивных соревнованиях. Также он постоянно присутствует в фулочках. Короче, неизвестно и непонятно, и если вам нравится механика этого персонажа, то, конечно же, прикупить и лишним оно не будет. Там и агр по области имеется, и подбрасывание имеется, и эскип, и если дамажина какая-никакая, но есть. Ну а вообще, в тире 1 по экспе все так же остается Эсмеральда, Пакита, Дариус, Мария, Уранус, Фовиус. И в принципе-то и все. Чисто от себя могу посоветовать купить Чонга, Руби и, например, Хильду. В тире 1 по голде после изменения все так же остается Клинт, Бруно, Ван-Ван, Кэрри, Клауд и Пополя Купа. В тире 2 присутствуют Броуди, Мелисса и Рители, как вы думаете, кто сюда еще попал в тире 2 по голде, по стрелкам, по вот этим вот. Ну, конечно же, Лесли, да, вы этого дождались, да, она что-то там что-то магет, где-то там что-то делает. И поэтому ее можно даже сейчас немножечко прикупить. Как немножечко? Ну, чуть-чуть купить, а остальное не купить. А здравствуйте, а можно мне, пожалуйста, чистый урон от Лесли и, наверное, дальность атаки? Все, остальное, пожалуйста, не надо. По лесу тире 1 после обновы все так же остается Фанни, Пакита, Джулиан, Линг и Карина. А вот в тире 2 залетает Мартиц, Леоморт, Аулу, с которого тоже неплохо так и обаффнули. Увеличили базовую дамажину в начале матча. И теперь, когда вы будете нажимать первый навык, чтобы ускориться, вы будете снимать с себя все негативные замедления, вот эти вот небольшие, да, которые есть, микрозамедления, там, после навыков чьих-либо. И будете просто спокойно бежать, типа, ну, небольшого, такой малюсенького, какого-то, такого похожего что-то на очищение. А также немного сократили перезарядку этого же навыка, поэтому одни плюсы. Аулус по-любому влез, ну, хотя бы в тире 2, но он появился. Да, он больше лейтовый персонаж, и ему нужна команда, но к покупочке я его все равно советую, потому что персонаж достойно, мне кажется, сейчас и заиграет. По рому все так же остается Дигги, Атлас, Вселенная, Фарамис, Лолита и Матильда. И по ходу изменения Минотавра никак не повлияло на его продвижение в мету. Потому что, кто еще не в курсе, после обновления при прыжке с первого навыка на Минотавре, вы будете подбрасывать по области вражину. А с ультимейта первые 2 подброса убрали, не знаю, доедут ли они до основы или нет, но это очень жестко, только будет последний подброс. А первые 2 подброса сделали просто замедление. Ну еще, в общем, неизвестно, посмотрим, когда обнова выйдет, будет ли он играть, что-то изменится, станут ли его чаще пикать. Ну а пока он находится в тире 3, это такой не очень такой классный хороший тир, да, такой, ну, третий тир, это вообще до свидания там. Как-то вот так вот, а на миду у нас все так же остается Валентина на тире 1. И кто-то ее вообще собирается оттуда выгонять, я не знаю, там Фаша, например, да, она в тире 2 находится, кстати, Фашу тоже немножечко бафнули. Да, машину по жирным целям добавили, да, там за счет процентов вот этих вот все, короче, жирные цели немного легче теперь отлетают. После обновления изменили адету и теперь при нажатии ультимейта вы не будете куда-то сразу перемещаться, будете стоять на месте и сразу же будет действовать ультимейт. Ну вот это вот дамажная область. А вот уже вторым нажатием вы можете переместиться туда, куда захотите. То есть сначала нажали, ультимейт начался, вторым нажатием можно куда-то переместиться. Также жесткое изменение Ив, которое отправило ее с векового нахождения в тире 1 на тир 2. В два раза уменьшили радиус действия ультимейта с 15 клеток на 7. Даже больше, чем в два раза, я просто считать опять говорю не умею. Потому что 7 плюс 7 это 14 и плюс 1 это 15, ну так, да. Хоть и добавили там что-то дамажины, там что-то добавляли куда-то, что-то кого-то, мне кажется, радиус это все пока. Ну и в общем-то тир 1 Валентина, тир 2 это Фаша, Кадита, Кагура, Лилия, Джулиан, Люнокс и Ив. Мой совет на данном варианте, можно покупать спокойно Кадиту и Фашу, потому что на ней разносить можно нормально и никаких изменений не предвидится. Кстати, да, вот так вот. Ну и в принципе-то наш видосик подваливается к концу. А если ты хочешь больше инфы и узнавать о ней первым, то обязательно подписывайся все так же в Телегу, ссылочка в описании видосика, там вся инфа. А еще я там создал чатик и можно спокойно найти себе триплу, фулочку и просто тащить, радоваться, апаться и вообще просто не знать бед. Благодарочка за просмотр, ставь лайкосик, подписочка на канал. Ну а с вами был Дафи Драк и всем репорт все так же. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok